Всем привет! Вы на канале Баранки и Гну. Меня зовут Карина и сегодня я покажу вам рецепт воздушных лавандовых хапкейков с лимонным кремом. Для приготовления нам понадобится мука, сливочное масло комнатной температуры, сахарная пудра, молоко, разрыхлитель, одно яйцо и лаванда. Лаванду вы можете приобрести в любом кондитерском магазине либо в проверенном цветочном магазине. Убедитесь, что она подходит для использования в пищу. В стакан я кладу сливочное масло, насыпаю сахарную пудру и взбиваю миксером до более пышного и светлого состояния. Лаванду измельчаю в пальцах и добавляю к маслу. Снова перемешиваю. Разбиваю яйцо и еще раз взбиваю миксером. Желательно, чтобы яйцо было тоже комнатной температуры. Если вы не успели достать его заранее, то подержите минут 5 в горячей воде. В отдельную миску просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и тоже его просеиваем. Перемешиваем все венчиком. Масло я переложила в более глубокую удобную миску, добавляю половину муки и перемешиваю на самых низких оборотах миксера. Наливаю все молоко, которое тоже желательно должно быть комнатной температуры. И затем засыпаю оставшуюся муку. Еще раз хорошо перемешиваю. И здесь по желанию вы можете добавить краситель. Я добавила пару капель фиолетового красителя. Посмотрите, вот такое тесто у нас получилось. Выпекать я буду в металлической форме для капкейков. И вставляю туда бумажные капсулы. Из данного количества теста получается 12 стандартных капкейков. Заполняем формы на две трети и оставляем выпекаться минут на 20-25 в разогретой до 180 градусов духовке. Ориентируйтесь на сухую шпажку. Воткнутая в центр, она должна выходить сухой и чистой. Оставляем кексы остывать в форме минут на 10, а затем вынимаем и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. А пока приготовим крем, для которого нам понадобится сливочно-творожный сыр, сливки жирностью 33-35%, один лимон и сахарная пудра. Продукты для крема должны быть очень холодными. Кладем сливочный сыр, добавляем сливки, сахарную пудру и все взбиваем миксером. Сначала на низких оборотах миксера, затем повышая до средних и добиваемся загущения сливок. Будьте аккуратны, не взбивайте слишком долго, чтобы не перевзбить сливки. Когда консистенция достигнута, добавляем цедру одного лимона и примерно столовую ложку сока лимона. Еще раз взбиваем. Для цвета я решила добавить щепотку шафрана. Но для тех, кто не очень любит этот аромат, можете и не добавлять. Вот такой плотности получается крем. Он хорошо держит форму и при этом очень нежный. К сожалению, у меня закончились кондитерские мешки, поэтому я использую канцелярский файл. Отрезаю небольшой уголок, вставляю насадку и заклеиваю все изолентой. С помощью этой конструкции украшаем наши капкейки. Они получаются невероятно ароматные и очень воздушные. А нежный лимонный крем дополняет эту композицию. Всем, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и не забывайте подписаться на наш канал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем желаю удачи в приготовлении и до новых встреч!